Сегодня будет открытый урок, что вас ожидает. Это если вы хотите стать full stack, или там front-end девелопером, или automation, да? Ой, начнем. Меня зовут Петя, Петр, кому как удобно. Я буду вести, скорее всего, если вы придете, у вас JavaScript. JavaScript – это начальный уровень в вас как программистах. То есть первые уроки буду вести я. Тут у нас есть небольшой слайд рекламный, да, что паспорта хорошо, вы прочитали. Надеюсь, доступ к учебным материалам, что у нас постоянно есть, что проходит онлайн, и все записи сохраняются. То есть все уроки, которые идут, они записываются. Повторное прохождение бесплатно. На самом-то деле есть такие примеры, когда люди проходят по несколько раз. Со второго раза заходит некоторым лучше, а иногда и с третьего раза, то есть повторно. Кто-то просто делал долгий перерыв, у него вся информация освоилась, и он возвращается с новыми силами, приступает. У кого-то идет все хорошо, гладко, он там идет впереди паровоза, он за один курс проходит два. Смотря у кого какой бэкграунд он был. Что у нас тут еще? Участие на американском коммерческом проекте. То есть есть реальный проект, и есть, так сказать, обкатывание всех знаний в реальных таких боевых условиях, рабочих. То есть на вас никто не будет давить, но вы сможете себя попробовать, почувствовать, как бы это было бы, или как это будет на реальной работе. Помощь с резюме. То есть есть специальные помощники, специальные уроки, когда помогают с разбором резюме, подсказывают, как лучше сделать, какие-то советы. То есть с резюме тоже есть некое сопровождение. Конечно, вся основная работа ложится на ваши плечи, потому что вы отвечаете за свое будущее. То есть если вы не будете ходить на уроки, будете пропускать, или думаю, я послушаю, и потом все это само как-то ко мне придет, придет, со временем уляжется в моей голове, или я буду спать в наушниках и слушать. Нет, так не получится, нужно работать. Вам предстоит много учиться. Много слышал от людей, которые говорят, что там мы не успеваем, голова пухнет, голова там начинает болеть к двум часам ночи, потому что не могу решить какую-то задачу, но очень хочется. Это все проходили, это все пройдет, со временем все эти сложности, которые у вас на первом этапе, они окажутся действительно, что это было очень просто, что это очень легко, но появятся новые сложности. То есть это постоянный этап, постоянное обучение, которое вам предстоит. Технологии не стоят на месте. Закончили учить что-то одно, уже вроде как почти-почти все поняли, как кто-то что-то придумает новое. Ну, это хорошо, то есть что-то новое, это значит, что-то стало лучше, что-то стало делаться проще. Так, муж и жена могут учиться вдвоем. Ну, то есть муж и жена, я в Калифорнии, поэтому тут не знаю, жена и жена, муж и муж. И все, два мужа могут учиться по одному. Вся информация, которая у нас тут есть, можете сделать себе скриншот, если нужно. Или я в конце урока еще покажу этот слайд, он будет закрываться. Это номера менеджеров, с которыми можно будет связаться, с любыми. То есть с любым из менеджеров можно связаться. Расспросить у них по всем вопросам, что касается курса, что касается цены, потому что я за цены не знаю вообще ничего. Я преподаю. И сроки, да, то есть сроки, планы, все рассказывают вам менеджеры. То есть я хочу стать там full stack девелопером, она вам распишет весь план, что вам нужно выучить, да, или что, какие курсы у вас следует учить. Если вам вы хотите стать там тестировщиком, то же самое. JavaScript вам пригодится в двух направлениях. То есть это если вы хотите стать full stack, или там front-end девелопером, или automation, да, тесты, которые нужно программировать. JavaScript не понадобится в одном случае, если вы хотите стать мануальным тестировщиком. То есть это примерно как просто вы приходите, нажимаете кнопки, смотрите, лампочка горит, все работает, записали там себя, лампочка горит. Лампочка там, две кнопки сразу нажали, лампочка горит, горит. Вот и отметили. То есть это мануальное тестирование, это примерно, когда вам дают что-то физическое в руки, или какой-то продукт, который находится там на компьютере, да, какая-то программа, и вы кликаете кнопки и смотрите результат. То есть вам нужно это проходить много-много раз самостоятельно. Вот. А мануальные эти, а automation, как называется, QA, quality assurance, это те люди, которые пишут тесты. Они создают базу тестов, программируют их, и одним нажатием кнопок там прогоняют в течение какого-то времени десятки, сотни тестов, и они проходят. То есть если есть какие-то изменения в программе, или в коде, или в чем-нибудь в вашем устройстве в каком-то, какие-то изменения, проходят автоматически. Вам не нужно перекликивать все эти действия, все эти 150 тестов, которые там есть, или 500 тестов, сколько угодно их там может быть, на каждое действие снова, потому что, может быть, что-то сломалось. Так часто бывает. Что-то ремонтируешь, что-то ломается. Да, и сегодня будет именно открытый урок, по сути. То есть это будет первое вступление, что вас ожидает. Это не значит, что это прям первый урок, который будет у нас на курсе, потому что на курсе будет все более детально. Сейчас вы смотрите и примерно поймете, как это работает. Потому что на курсе у нас, как и в школе, да, то есть вы сначала учите в первом классе там буквы, как пишется, потом цифры, как пишется, учите, как логи составлять, да, и как плюсики там делать. Здесь же мы будем немножечко иначе. Я вам покажу сначала, как пишутся буквы, а потом мы сразу начнем писать тексты. И вы поймете. То есть мы пропустим вот этот долгую, большой процесс, который занимает пару уроков на курсе. Что нам понадобится? Нам понадобится, ну давайте, наверное, еще чуть-чуть маленький нюанс. У нас вся программа, чтобы зарегистрироваться, у нас используется сайт pass.us. Вы сюда заходите. Здесь есть помощник такой интерактивный. Различные информации о курсах. Можно зайти на QA Automation. 130 тысяч в год. Вполне реальная зарплата. И можно здесь оставить заявку. Но само обучение проходит на самом деле по ссылке на Local Coding. То есть pass и Local Coding – это, по сути, одно и то же. И это обучающая платформа. Здесь у нас есть курс, синтекс. Потому что все начинается с синтекса, как это пишется. Вам нужно сначала узнать инструменты. Нужно понять, как это все работает. И мы идем обычно шаг за шагом. То есть каждый урок, примерно одна секция. И я об этом тоже рассказываю в начале курса. Так. Здесь у вас есть домашние задания. Самостоятельные. То есть самостоятельно проходите домашние задания. Вы самостоятельно можете повторно пройти, перерешать задачи, чтобы не поняли. В каждом примере. У меня тут они все закрыты, я не прошел. Слишком сложно. Ну, допустим, откроем какой-нибудь урок. То есть плюс к тому уроку, который веду я, как живой учитель, которому можно задать вопрос, уточнить какие-то вопросы, которые возникнут. Я объясню это все на яблочках, грибочках, палочках, там, спичках, не знаю, бытовых приборах, как это все работает в жизни. Потому что в программировании все то же самое. И точно так же есть здесь короткое видео. Оно небольшое. То есть если смотреть, там, четыре с половиной минуты. Здесь именно вся выжимка именно по этой теме. Это в видео формате, плюс еще текстовый формат. То есть текстовый, как примеры, которые вы можете посмотреть, запомнить, потом вернуться, чтобы не смотреть видео, к примеру. Вы посмотрите какую-то краткую выжимку отсюда. И как-то сориентироваться. Но вы это все запомните. Тут не все прям так все сложно, как написано. Причем есть какие-то комментарии, подсказки. То есть все как в учебнике. Далее есть некий опросник. То есть там из 10 примерно вопросов. Вы на них отвечаете. Проходите дальше. Заполняется 5 вопросов. И есть еще самостоятельные задачи. То есть здесь именно нажимаете. И вы уже руками, своими собственными, пишете какое-то задание. То есть нужно привыкать к тому, что вы будете что-то печатать. Потому что люди разные приходят. Кто-то с компьютерами нормально, на вы, на ты. А кто-то так. Компьютер, где тут у нас кнопка включения. Сына, приди, включи компьютер. Бывают такие. Кстати, по поводу знания компьютера. Вам особо они не нужны. То есть вам не нужно куда-то лазить глубоко в систему. Какие-то знать, как это все работает, как файлы. Потому что все, что мы будем делать, это будем делать примерно вот на этом. В этой песочнице. К ней можно добраться уже сейчас. Называется playlocalcoding.us. Или play.localcoding.us. И у вас откроется такое же окно. Я сделаю немножечко крупнее. И этого недостаточно. Нам нужно еще кое-что сделать. Я могу нажать либо правую клавишу мыши. Это, кстати, у меня Google Chrome. И здесь выбираю Inspect. И правую вкладку, открывая консоль. То есть этого. Теперь этого достаточно. Это первый вариант, как это открыть. Либо есть еще вариант. Это вот три точки вот здесь справа. И находятся. Выбираем more tools и developer tools. Либо запоминайте комбинацию клавиш, которые откроют вам эту панель. Нажимаем и открывается то же самое. Да, я экран сделаю крупнее. Тут будет точно крупно. И левая, и правая часть. Кто смотрит с телефонов, у вас, конечно, будет немножечко мелковато. Кто с компьютеров, у вас еще будет более-менее. Но видео будет в хорошем разрешении. Потому что в имя разописывается. Потом можно будет пересмотреть. Там будет нормальное. Ой, начнем. Так. Левая часть. Это там, где мы пишем код. Правая часть. Это, по сути, консоль. Консоль. Это место, куда мы выводим какие-то результаты. Это так по-простому. Не будем вдаваться в какие-то сложные объяснения. То есть мы пишем какой-то код в левой части. В правой части мы видим, какой это результат работает. Причем эта консоль сама умеет что-то выполнять. То есть консоль была доступна вам и до этих знаний, до этого урока. Кто-то здесь баловался, кто-то нет. Но на самом-то деле, если я здесь начну писать какие-то примеры. Смотрите. 2 плюс 3. Он работает как калькулятор. Я вижу 5. Напишу там 5 плюс 7. Он сказал 12. 6 умножить на 2. Или там на 5. И вот. То есть консоль работает как калькулятор. Это простое ее объяснение. Но на самом-то деле, консоль выполняет или выводит результат любого выражения, которое мы сюда запишем. Но мы не будем писать в самой консоли. Мы будем писать именно в песочнице. Для того, чтобы вывести что-то в консоль, у нас есть команды. Ну, как, наверное, кто-то в школе учил программирование. Там информатику проходил. Basic. Кто-то там Pascal, наверное. Кому сколько лет. Кто-то более что-то серьезное учил. О, да, спасибо, кто скинул ссылку. И команда у нас первая, которую мы выучим. И эта команда есть во всех, наверное, языках, которые что-то выводят. Это первая команда, с которой начинается все программирование в любых языках. Она в каждом языке по-своему звучит. Где-то print, где-то там println. Здесь же, в JavaScript. Кстати, Java и JavaScript это разные языки, если что. Она называется консоль. И в консоли есть метод, называется log. То есть, по сути, это вот такая вот команда. Console.log. Я не буду вдаваться в подробности, что это за кавычки. Но если я напишу вот здесь такую строчку и нажму эту самую кнопку run, я увижу эту же самую строчку в консоли. То есть, в правой части. До этого этого не было. Если я удалю ее и нажму run, очищу еще консоль, ничего не получается. То есть, это именно та строчка, которую я написал. И это первая программа. Когда вы что-то вписываете, что-то даете, какую-то инструкцию, и она куда-то появляется, что-то выводится. Все. Теперь вы в программировании. Да, на самом-то деле, я могу в консоль точно так же, как я показывал пример, выводить какие-то числа. Да, смотрите, вводится. И первый консоль, и второй консоль. То есть, 1, 2, 3. Могу в консоли, давайте я сделаю маленький такой комментарий, выводить какой-то пример. То есть, 2 плюс 5, к примеру. И я получаю уже результат ее работы. То есть, я мог сделать это в самой консоли, да, но это было бы только в консоли, а здесь у меня какой-то код есть. Действия точно такие же, как в математике. То есть, плюс, минус, умножить, делить. И еще парочку своих таких специфических методов. Возведение в степень есть. Такое, то есть, 2 в пятой степени, к примеру, так пишется. Это 32. Можете проверить. Если я сделаю, кстати, я могу сделать совмещение, не просто простые примеры, а какие-то сложные. 2 плюс 5 умножить на 3. Сколько получится, кто знает. Ваши варианты, скидывайте в чат, или так просто себе загадайте. 17 вроде. Да. 17 почему? Потому что умножение делаем в первую очередь. Если нам нужно сделать что-то, сложение в первую очередь, или какой-то у нас другой был бы пример, более длинный. Что мы делаем в математике? Мы берем это в скобки. Здесь то же самое. Здесь то же самое, берем в скобки. Вот у нас простой пример. Теперь 2 плюс 5 умножить на 3, то есть 7 умножить на 3. 21. Все просто. Изи. Можем решать примеры. Кстати, придете вы или не придете, вот у вас калькулятор под рукой. В любом браузере. Chrome или Safari, там тоже есть такая панель. Да, это у нас JavaScript. Это у нас вебинар по JavaScript. Кто только что пришел. Напоминание в чат. Далее. Программирование. Практически, наверное, во всех языках, что я знаю, есть такое понятие, как переменные. Привет. Да-да-да. Я не знаю, как бы, надо, наверное, спросить у ребят, успевают ли они повторять? Они должны повторять это все у себя? Ну, желательно бы, да. Я думаю, они не повторят сейчас. Давайте тогда повторяйте. Если быстрее рассказывать, они не успеют повторять. Давайте повторите. Кто повторяет, кстати? Ну-ка, поставьте там плюсики в чат. Сис повторяет? Ой. Так, кто еще повторяет? О, есть. А, люди повторяют. Да, кстати, успеваете или не успеваете? Да, дай им чуть-чуть это время на это, на вопросы. Может быть, кто-то не успевает. Давайте, да. То есть, вот переписывайте. Кто не успевает, переписывайте. Ссылка есть в чате. И, может, у кого-то реально возник вопрос. Консоль не могут еще включить. Еще не могут понять. Не понимал, куда зайти. Нужно зайти... Так, Samsung SM. Это, наверное... Да, если вы с телефона или планшета, то, ну, повторять будет сложно. То есть, вам для учебы пригодится какой-нибудь компьютер, типа лэптоп или какой-то стационарный такой есть большой. Желательно иметь два монитора. Ну, так будет удобнее. Но это не прям обязательное условие. Есть люди, которые там и на планшетах умудряются это все делать, но немножечко сложно. Да, нужно зайти на вот эту вот ссылку. Play Local Coding QS. Дальше мы нажимаем вот в Chrome, да, если у вас Chrome или в Safari, там примерно точно так же. Заходите на вот эти три точки. И здесь More Tools и Developer Tools. Либо комбинация клавиш, которая там была. на Mac'е это Command Option I. То есть, я вот нажал, она открывает и закрывает. На Windows это, наверное, Control Alt I. Поверьте. Если еще не купили компьютер и собираетесь покупать, стоит выбор Mac предпочтительнее, чем Windows. Но мы не продаем компьютеры, ребята сами. Не продаем. Вообще, на любом будет работать. Да, но будет работать на любом. Но если вам не, вы такие, хочу, хочу сразу, чтобы было, надолго, лучше. Еще раз что нажать. нужно нажать вот эти вот три точки. Это только в браузере Chrome. Да, в браузере Chrome. Обратите внимание. И Developer Tools. Да, если у вас, если у вас открыто, к примеру, что-то здесь, там какая-то другая вкладка, да, вот вы видите такой код, вам нужно выбрать именно консоль. Найдите там. Если она у вас не в этом месте находится, да, то есть, опять же, у вас может быть консоль расположена внизу, где-то вот здесь или слева. Для того, чтобы поменять местами, ну, не знаю, кому как удобно, но мне удобнее справа широкий экран. Вот на эти три точки нажимаете и можете ее передвигать, переставлять. Да, пока тишина, можете задавать вопросы еще. Кто-то, может быть, если не я, то Виктор ответит. Если кто-то еще, ну, знает другие языки, бывают такие люди, что приходят, я знаю Python, к примеру, или Java, или когда-то учил давно, вам будет проще. как в Safari вывести? Давайте посмотрим. Safari у нас где-то только что открыл. вот у нас Safari. А как открыть? Никак не открыть. Хотя вроде была от девелоперта. там скрыто, нужно включить режим для разработчика, там целая возня. Легче установить Chrome. Просто легче установить Chrome. Можно еще вопрос? Я вот зашла, открыла DevTools, консоль, сделала как бы вот этот ордер, и у меня все красное. Почему так? Все красное. Все красное, у вас здесь какая-то ошибка есть, да? Но нажмите вот эту кнопочку проезд запрещен. Ну, а снова run делаю, и опять она всю ошибку выдает. Значит, какая-то команда неверная, где-то есть ошибка. То есть, если вы сделаете ошибку, вот примерно вот так вот, да, я удалил букву, и нажимаю, у меня появляется что-то красным. Красным это означает, что у вас какая-то ошибка. Здесь есть тип ошибки, да, то есть он говорит, что какой-то консоль лоу, он не знает, что это такое. То есть команда неверная, и вам нужно внимательно посмотреть, что это за ошибка, что там пишут у вас. Консоль is not defined. Консоль is not defined. То есть у вас либо консол написано, либо консоли точно не лог, да, а вот как-то так. А, да, вместо SC написал. Спасибо. Да, заодно тема ошибок прошли. Да, можно использовать Visual Studio Code, WebStorm, любой редактор, там, Subline, какой-нибудь, что угодно. можно песочницы, какие-то другие, но мы рекомендуем именно PlayLocal Coding, потому что он не помогает вам печатать. То есть он реально очень простой, и зачем это нужно? Для того, чтобы вы привыкали к тому, что нужно печатать самому. То есть в некоторых редакторах они сделаны для того, чтобы ускоряли работу. То есть вы начинаете писать там кон, и он говорит там, нужно вписать консоль лог, вы нажимаете кнопку, и он продолжает это делать. Либо подчеркивает какие-то ошибки, то есть если я что-то начну там создавать, он, редактор обычно подчеркивает. Здесь же ничего не подчеркивает, никаких ошибок, потому что вам нужно и уметь анализировать этот код. То есть вы должны найти эту ошибку. Индира, тебе нужно зайти в Chrome на сайт PlayLocalCoding, я его сейчас еще раз кину, и зайти вот по этой ссылке. Можно вопрос? Да. То есть когда вводишь консол датлог, ты открываешь кавычки, затем, вернее, скобки, затем кавычки, потом текст пишешь. Да. Правильно? А если цифры, то достаточно одни скобки. Точно. Это во всем, везде так. То есть в любой строке, куда не пишешь, если хочешь слова, то скобки и кавычка, цифры только скобки. Точно. Да. То есть если, ну, есть такое понятие, как типы данных. То есть если тип данных у нас строковый, а строковый это любой текст, в том числе и цифры, да, по сути. То есть если у нас есть, вот я написал console.log и если я что-то возьму в кавычки и здесь напишу там один или два, да, вот, то по сути вот эта единичка, это значение у нее один, но тип данных это строка. То есть и мы видим, что в консоли она выделена другим цветом. То есть она выделена черным, а все до этого, да, вот это 21, когда у нас получалось, на синим. То есть здесь есть цветовое такое выделение, но на самом-то деле я вот сделаю здесь 0, могу сделать таким образом. Я вижу, что единичка у нас в кавычках. То есть это означает, что это строка. Все, что у нас в кавычках, причем кавычки могут быть одинарные, могут быть двойные, да, это все является строкой. это мы будем проходить на первых уроках. Но да, хороший вопрос. Все, что числовое, мы можем писать просто так. То есть теперь 12 это число. Могу ли к 12 прибавить что-то в строке? Могу, но что получится, попробуйте потом. Потом узнаем. Ставим интригу. Так, еще у кого-то есть проблемы с этим. Получилось зайти сюда или нет? Будем считать, что получилось или нет? Да, основное правило в учебе. Не могу найти апостроф. Апостроф это кавычки. Это не апостроф, это кавычки. На Windows не знаю, как они там пишутся. Найдите разберись клавиатуры на английской раскладке. Это просто кавычки. Это кавычки без шифта, это кавычки с шифтом. Если нашли обычные кавычки, двойные, поставьте пока что их. Потом разберетесь, где они там есть. Можно загуглить, посмотреть. Это не принципиально сейчас. Да, не договорил. Нужно задавать вопросы. Нужно, если что-то непонятно, нужно спрашивать. Я не экстрасенс, я не догадаюсь, понятно вам все или непонятно. Может быть, вы очень, да, очень стеснительный. Нужно перебороть это. Или стеснительное. Задавайте вопросы. Не бойтесь быть или показаться, что кто-то подумает, что вы что-то не поняли, или вы там что-то тормозите. Нет, оставляйте это все предрассудки, вам ваша цель научиться и понимать это все. О, хороший вопрос. Зачем нужны точка запятой? Отлично. Точка запятой на самом-то деле не обязательный символ, но нужно его ставить. Но нужно его ставить. Такое правило. Шутка. Точка запятой означает вот данных вот здесь на этой строке закончен. JavaScript допускает работу без него. Если у нас следующий данных начинается с следующей строки, то есть все работает и так. То есть все работает без точки запятой, но по классике это как разделитель, но и не совсем, потому что у нас и запятая тоже считается как разделитель, точнее перечисляет что-то. Зашла, стоит слово run. Дальше что? Дальше вот здесь попробую написать консой log, круглые скобочки и что-то туда внутрь. Какой-нибудь пример. Как на второй строчке. То есть об этом тоже будем говорить на уроке я буду показывать примеры когда точка запятой может в ненужном не в правильном месте может навредить. Ну или то что она работает логично, она работает правильно, но вы автоматически ее там поставили как-то зачем-то и она делает не совсем то, что вы ожидаете. да, стоит слово run у тебя примерно вот такая вот запись вот такая вот запись ты сюда попробуй написать консой log правильно круглые скобочки и туда внести какой-то пример можно что-то в кавычках можно что-то какой-то пример именно 2 плюс чего-нибудь можете свой пример не обязательно переписывать вас будет работать с вашими числами пустой консой log тоже работает в джаваскопте нет такого понятия как какие-то пробелы или лишние пробелы или энтеры то есть все работает одинаково то есть все они не играют никакой роли они нужны нам людям для того чтобы этот код удобнее читался чтобы мы быстрее его понимали и ориентировали то есть по сути я могу это все написать в одну строчку и это тоже будет работать но такой вот читать неудобно ну теперь уже немножко иначе теперь ошибка кстати та самая ошибка почему ошибка потому что если я уменьшу значение то у меня получилось что консоль и консоль что это означает я начал вводить команду консоль лога и здесь продолжаю еще одну команду консоль лога но то есть это одна длинная команда он не понимает что с ней делать то есть и для этого здесь и есть эта точка запятой точка запятой говорит что вот у нас отдельная команда то есть она уже закончилась и начинается другая и теперь теперь ошибки нет хотя все в одной строке то есть точка запятой нужна как как знак того что вот данных закончил на этой строке если вы продолжаете на следующей строке да то есть опять же смотрите я удалил ее тема затягивается то тоже все работает то есть следующая строка она разделяет то есть является тоже как разделителем у нас среди зрителей теперь можно пересчитать как минимум у кого есть айфон 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 хорошо давайте тогда продолжим перейдем к переменным наверное я готова приготовьтесь задорно вдохните табуляция есть джесс табуляция нет нет она есть в том плане что мы так просто для себя для того чтобы код удобнее и красивее выглядел мы ставим табы да но это как вложение просто чтобы удобнее было читать она не обязательно переменные это переменные это такое понятие чаще всего объясняется на примере коробки коробки или какой-то емкости которую мы можем поместить все что угодно variable да variable на английском это переменная раньше она так и называлась была такая инструкция такая команда var сокращение от variable но сейчас эта команда не используется сейчас используется новая и мы будем учить вас так как по-новому хотя оглядываясь назад в том числе то есть мы будем говорить почему стало новое а не используется старое почему новое лучше чем старое и так далее потому что вам предстоит работать в разных работ на разных работах ну если кто пройдет и устроится на работу если кто будет хорошо учиться и вам придется работать со старым кодом в том числе и вам нужно будет понимать что там происходит да есть такое переменная и давайте ее уже наконец-то создадим вот команда для создания переменной для объявления переменной то есть let это объявление переменной раньше был var но забыли про него мы о нем поговорим уже на уроках а сейчас нам нужен black и представим что у нас переменная это коробка коробка в которую мы можем положить все что угодно это коробка которая лежит у кого-то в гараже и если кто-то такой вот перфекционист он ее подписывает он подписал коробку и там лежат у него там новогодние игрушки или все к рождеству и у него написано там christmas к примеру на коробке там все лежит к рождеству все игрушки там какие-то наряды мишура и все остальное или хозяйки на кухне у них раньше были такие коробки где подписано там была мука и в этой коробке обязана была быть мука вот сахар там сахар то есть у нас есть коробка подписанная и в этой коробке ночное время и в этой коробке лежал сахар вот здесь то же самое мы объявляем что мы создаем такую коробку и в этой коробке будет что-то лежать то есть если я сюда если я коробке дам имя на имя не дам коробке имя зачем имя Коробка-коробка. Давайте я назову ее Box. Коробка-коробка. Это как кошку назвать кошкой. Вот у меня коробка создана, и на самом-то деле она у меня уже есть. Вот коробка у меня есть, и она у меня вот в данном случае уже что-то, уже создалась. Почему? Потому что если я ниже обращусь и спрошу у консоля, выведи мне в консоль то, что находится в этой коробке. Как мне это сказать? Я говорю, в консоль выведи мне то, что находится в Box, в коробке Box, которая называется Box. И смотрите, что он мне вывел. Он мне вывел такое значение, как undefined. Значение undefined, это не ошибка, это уже не красным написано, все работает. Это значение, которое означает, что то, что находится в коробке, не определено. То есть что-то, коробка у нас есть, существует, но это такой код Шрёдлингера. Там что-то неопределенное. То ли есть, то ли нет. Но на самом-то деле он вообще не знает, что там. То есть он говорит, что это неопределенное значение. И для того, чтобы такого не было, мы же сразу создадим коробку Box и хотим туда что-то положить. С чем у нас будет коробка? Давайте создадим коробку, назовем ее по-логичному. Создал коробку age. Это не значит, что в Box нельзя ничего положить. Можно просто. Логично. Вот у нас есть переменная. Я называю ее age, как возраст. И сюда присвою некое значение. 45. В этой же строке. Могу и на следующей строке, но об этом тоже потом. Не будем зацикливаться на этом. И теперь, если я обращусь к переменной age, то я получаю то значение, в которое в нее было записано. То есть у меня есть инструкция, говорит, что на третьей строке создается переменная, объявляется о ее создании, дается ей имя. Это обязательный момент. И вот присваивание в эту переменную или записывание в эту переменную что-то, этот этап может быть на следующей строке где-нибудь позже, ну либо сразу же. То есть вот это вот равно, это знак присваивания, который присваивает в эту переменную значение какое-то. Ну, с числами нам будет проще. И далее, когда я в четвертой строке обращаюсь к этой переменной по имени, не обращаясь просто к 45, а я обращаюсь именно по имени, я узнаю, что там лежит внутри. Там лежит 45. И все операции мы не будем совершать, вот как я показывал на второй строке, там конкретно с какими-то числами. У нас будут какие-то переменные, мы будем оперировать этими переменными. Это гораздо удобнее. Почему? Потому что у нас появляется возможность один раз записать что-то в переменную, какое-то значение, и в нее хранить. То есть мы оперируем такими коробками. Принеси коробку, эту коробку, и мы можем там делить эти коробки, копировать эти коробки, все что угодно можем делать с этими коробками. Повелители коробок. Давайте еще пример, зачем это нужно. Я закомментирую, это значок комментария. Это просто отключение вот этой строки. Обычно это используется для того, чтобы внести в код какую-то пометку. Это как поля у листов, да, то есть пометка на полях. То есть это не является информацией, которая к выполнению кода, да, это просто напоминание к чему-то там, к какому-то другому разработчику, или вам же в будущем, чтобы вы не забыли, что здесь происходит. Либо отключение, временное отключение какого-то кусочка кода. Давайте я создам две перемены. Назову их попроще, а, и запишу сюда какое-то значение, 10, к примеру. И точно так же назову переменную b, и запишу сюда какое-то значение, 40. Вот у меня есть две переменные. Теперь я хочу снова в консоль вывести эти переменные. Давайте я сначала проверю, что у меня находится в переменной а, и через запятую я могу обратиться к тому, что у меня находится в переменной b. Нажимаю run и вижу, что в переменной а у меня находится 10, в переменной b у меня находится 40. Соответственно, да, ну то есть первое я спросил, что у меня находится здесь, второе, что здесь. Здесь вышло все в одну строку, очень удобно, просто через пробел. То есть эта запятая или какие-либо пробелы вот здесь никак не повлияют на результат. Он их просто пропускает. Ему эти пробелы никак вообще, никак не меняют его мышление. Компьютера. Многоуважаемого компьютера. Да, точка запятая. Вот. Что мы можем еще сделать? Мы можем, к примеру, создать несколько примеров. Давайте создадим несколько примеров. Первый пример. Я хочу к а прибавить b. Что я получу? А я получу 50. Почему? Потому что, по сути, я прибавляю не какие-то a и b, а прибавляю переменные. То есть я к коробке, где у меня находится 10, прибавляю то, что у меня находится в коробке b. То есть 40. По сути, я сравниваю 10, плюсую к 10, 40. Получается 50. Дальше я, к примеру, возьму какое-то другое значение. Возьму 100 и к нему буду прибавлять значение a. Могу так сделать. Потом, вот сейчас я несколько примеров напишу. Буду прибавлять к 400, буду прибавлять и a, и b. Вот, допустим. То есть это у меня какое-то строгое значение, какое-то постоянное, к примеру. Я к ним что-то буду прибавлять. Давайте посмотрим, что у нас получилось. В первом случае, восьмая строка, у нас получилось 50, мы уже разбирали, да, что это 10 плюс 40, получилось 50. Дальше мы к 100 прибавляем 10, получилось 110. Следующий пример, мы к 400 прибавляем 10, 410 плюс 40, 410 плюс 40 будет 450. И тут, это, допустим, какой-то большой код. И тут мы понимаем, что, блин, то у нас же b не 40, а 400 должно быть, к примеру. Я такая, ё-моё. Если бы это было все написано цифрами, да, ну, то есть здесь было бы написано 10 плюс 40, здесь было бы написано там, а а, оказывается, у нас не 10 тоже, а 100 должно было быть, то мы бы должны были переписать каждое это значение. То есть мы бы должны были сделать что? Вот у нас здесь написано, как бы, да, вот сейчас 10. Пример. Здесь было написано 10 плюс 40, фактически, да. Здесь будет написано 100 плюс 10. Здесь у нас было написано 400. Я делаю расшифровку. Плюс 10 и плюс 40. И вот в какой-то момент мы понимаем, что мы ошиблись. То есть, оказывается, у нас в этих переменах было не 10, а 100 и 40. Если бы мы делали вот это все вручную, мы бы каждую штуку исправляли бы. Здесь бы исправили, здесь бы исправили, здесь бы надо было исправить. И хорошо хоть просто нолик добавить. Но таких строчек может быть очень много. Этот код, который в левее находится, он неисправен, да. То есть как же мы при помощи переменных этим делаем? Мы просто добавляем здесь, сказали, что у нас 100, и здесь 400. И результаты уже изменились под новые значения. То есть я, комментарии, это не считается, да. То есть это кодом. В Крыму? Какие-то проблемы для России в Крыме? А, в Крыме. Для России в Крыму. Да. Нет, наверное, нет. Вроде не было таких слухов. В Крыме то же самое. Должно быть то же самое. Если что, Хан, если что, мы можем потом помочь. У нас есть еще факультативы, кстати. Мы там обычно такие вопросы разбираем. Если у кого-то что-то где-то не работает, там много времени. На любые вопросы. Вот пример. Допустим, мы еще раз ошиблись. Да, вот мы написали много кода, и мы... Почему ничего не отображается справа? А где справа должно отображаться? Справа ничего и не должно отображаться. Вот так как есть, так и есть. То есть справа у нас команда, ой, слева у нас команда, а справа у нас измененное значение. Надо это загуглить. Не знаю, что такое. У тебя хром? Ну да, ты сказал, что хром. Да нет, должен быть available. Нет, должно работать. Должно работать. Попробую. Может быть, обновиться стоит. У нас справа результаты. Что-то же... Что-то есть же здесь. Да, у нас справа результаты. У нас справа результаты. Что-то есть же. Не понял вопрос. Если можешь... А, у тебя нет их? У тебя точно есть консоли? Точно открыто в консоли? Ты нажимаешь на, и все работает? Точно консоль выбрана? Точно все так же выглядит. Нажимаем run. Видим результаты. Ну, об этом мы можем поговорить. У вас точно все должно работать, потому что люди работают и из России, не только там. Из любых стран, европейских, там тоже есть студенты, просто встают очень рано. Все работает. Да, и пример еще с переменными. У нас тут общение с чатом, если кто смотрит записи. Мы, допустим, снова ошиблись. Оказывается, было не 100 и не 400, а какие-то совершенно другие значения. Там 35 и, оказывается, там было 29, допустим. Мы исправили в одном месте. То есть мы исправили переменную а и переменную b. И все расчеты пересчитались по новым значениям. То есть мы не переписываем каждый раз. Мы не используем строгие такие значения, которые у нас записаны, и все. Это как если бы мы использовали в тетрадке, да, мы написали кучу примеров, какой-то алгоритм, а потом поняли, что в каком-то месте мы вначале ошиблись, и вам нужно везде это все перечеркнуть или дописать, а потом еще раз, оказывается, ошиблись, и снова перечеркнуть во всех местах и переписать. Здесь же нет. Вы изменяете, вы создаете одну переменную, записываете туда значения, создаете вот какие-то выражения, примеры, там какой-то скрипт, может быть. И дальше, если какая-то случилась проблема, вы можете изменить. Даже вот если нет дополнительных консилогов, да, по сути, вот у нас здесь готовый пример. А плюс B. И мы находим 35 плюс 29. 64. В этом примере, да, я могу там изменить первое значение и второе значение. Казалось бы, вот в одном примере я бы мог, да, я бы мог просто написать здесь 350, здесь изменить на 290, ничего сложного нет. Но, опять же, мы используем много, да, то есть мы в разных местах используем эти переменные. И 2 строчки, 3 строчки, 5 строчек или какой-то вообще гигантский код может быть. Там нужно это все использовать. Ну, естественно, работать только с переменными. Переменные можно переписывать, особенно те, которые объявлены через LED и VAR на самом-то деле, но об этом тоже позже. Мы можем в коробку V, мы закинули туда какое-то значение 29, а потом нам это значение не нужно было бы. Мы можем это все, можем эту ситуацию исправить. Давайте я, например, очищу. Что я могу еще сделать? Будет 35 и 20. Я могу создать еще одну переменную. К примеру, C. И в переменную C я могу или хочу записать результат сложения A плюс B. И я могу это сделать. A плюс B. То есть не 35 и 20, а именно то, что лежит в A и то, что лежит в B. И дальше теперь я в консоли могу вывести переменную значение из переменной C. И я увижу, что там результат сложения, действительно результат сложения A и B. Еще маленький нюанс. Код читается сверху вниз, слева направо. Ну, выполняется. То есть он идет сверху вниз и слева направо. Как вы читаете книгу? Или там что? Или как вы просто читаете? Да, у кого там Елена написала инструкцию. Если у вас на русском, это три точки, инструменты или больше, или дополнительные инструменты. И здесь инструменты разработчика будут. То есть вам нужны инструменты разработчика. У кого Mac, нажимаете Command, Option, I, и эта панелька откроется. Я не понял сначала вопроса, почему справа ничего не отображается. Вот этой панели. Эта панель сегодня отображается, а не результаты. Все, теперь понял. И это еще не совсем программирование, да? Ну, точнее, это же переменные, и выводы какие-то есть, и результаты какие-то есть. Но обычно у нас же есть какой-то выбор, у нас какие-то действия происходят. И эти действия есть при помощи, вот у нас есть такие инструменты, как if. If – это если с английского. То есть у нас есть какой-то вопрос, и в зависимости от ответа на этот вопрос, мы можем выдать какой-то результат. То есть у нас двери, к примеру, автоматические двери, они могут… берут данные из датчика, и датчик говорит, там, человек приближается, открой двери, и датчик открывает, да? Или человек ушел, закрой двери, и датчик… Это все информация из датчика. Но здесь мы пока что информацию из датчика не получаем никакую, а сами придумываем себе эти значения. И вот к примеру мы можем использовать… О, пожалуйста, спасибо, спасибо, Елена. Значение C. Вот у нас есть значение C, мы уже поняли, что там значение 55 хранится. И, к примеру, мы… Вы еще не знаете, может быть, кто-то знает. Хотим определить, четное значение или нечетное. Или, к примеру, число, которое хранится в C, больше 50 или меньше 50. И вот если больше 50 значения, то мы бы хотели писать там… Yes. А если меньше 50, то выводили бы в консоль именно No. Как мы это можем сделать? Я могу спросить, что если C больше, чем 50, то выполни мне вот этот вот кусочек кода. И напиши здесь просто Yes. Так как у нас в C хранится 55, давайте мы проверим, что мы выведем в консоль. Мы вывели значение Yes. Если мы исправим, да, вот здесь у нас будет не 35, к примеру, а 25, то теперь какое значение у нас хранится в C? 25 плюс 20 будет не 55, а 45. 45 больше, чем 50? Нет, не больше. Что же, теперь мы получим? Мы получаем 45, потому что этот консоль выполняется, да, но консоля из условия if мы не видим. Поэтому мы дописываем условия как иначе. И в этом случае у нас будет выводиться строка No. Я сейчас расскажу, как это все читать, как это все читается и как это все понимать. То есть теперь у нас выходит значение No. То есть при 45 у нас выходит No, при 55 или больше, чем 50 у нас выходит Yes. То есть у нас есть какие-то переменные. Ладно, допустим. Сумма этих переменных записана в переменную C. Вот это уже более интересно, это уже более понятно. То есть переменная C хранится какое-то число, какой-то показатель. Дальше мы создаем условия. И пишем его в таком формате, что если у нас условие, которое находится внутри этих скобочек, выполняется, то есть если мы говорим, это правда, что C больше, чем 50. Это правда? C у нас сколько? У нас 45. 45 больше, чем 50? Нет, это неправда. Тогда мы переходим к другому условию. Вот ниже условия, которое называется как Else, то есть иначе. Иначе выполни второе условие. То есть иначе выполняется в любом случае. И он говорит, что No. То есть когда у нас условие 45, мы говорим, 45 больше, чем 50? Нет. Ну тогда выполни вот этот блок кода. Во всех остальных случаях, да, вот здесь 125. То есть у нас тут какое значение будет? 145 – это явно больше, чем 50. 145 больше, чем 50, да. И выполнился первый кусочек кода. То есть у нас есть такая логическая цепочка. Мы как по магазинам ходим. Я всегда привожу этот пример. Мы ходим как по магазинам и спрашиваем. То есть нам нужно что-то купить. Мы зашли в первый магазин. У нас там целый ряд. Мол, как только мы нашли ту вещь, которую мы ищем, да, там, что-нибудь, не знаю, сапоги. Заходим. Сапоги. Если купили, то в следующий магазин нам уже не нужно заходить. Ну, вы же все равно зайдете, да, но в программировании нам уже не нужно зайти, заходить. То есть и тем самым мы отсекаем эти условия. То есть есть сапоги? Да, купили, ушли. А иначе мы не купили сапоги. Ну, вот такое получается условие. И этих условий здесь может быть много. В цепочке их может быть много. Она всегда начинается с если. А дальше могут быть там еще. Спрашиваем, 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 спрашиваем. И на том вопросе, где мы ответили да, на том и останавливаемся. Это все мы будем учить. То есть это и есть такая логическая цепочка. Как это все будет? Это не первый урок, с которого мы начнем курс. В серединке до этого надо будет пройти. Что такое числа? Что такое строки? Какие вообще у нас типы данных еще существуют? Там есть над чем подумать. Но в принципе вот оно выглядит плюс-минус так. То есть код на самом деле несложный. Его нужно научиться понимать. Фигурные скобочки это на самом-то деле обозначение блока кода. То есть все, что находится внутри фигурных скобочек, оно как бы принадлежит вот этому if. Это такой синтаксис, такое условие. Их можно написать и отдельно, эти фигурные скобочки. И это будет некая вложенность. Есть, как они называются, скоб, область видимости. То есть вот это внутреннее, как бы это создание, грубо говоря, у нас весь код, это весь мир. А когда я создаю вот эти вот фигурные скобочки, это наша маленькая там квартирка. И из этой квартирки есть окна. Это как двоеточие в Питоне. Да, да, в Питоне здесь двоеточие стоит. И нет скобочек. Кто знает Питон или Пайтон, будет гораздо проще. Потому что очень похоже. Очень похоже. Некоторые есть особенности, но прям... Но понятие очень похоже. Да, это похоже двоеточие. Только в Питоне еще отступами все контролируется. Вложенность. А здесь контролируется фигурными скобками. Вот. Да, и продолжим про квартирку. Вот. И у вас в квартире есть окна. Вы видите все, что делается снаружи, но снаружи не видит, что у вас делается внутри. Вот. Примерно такой вот принцип. То есть вы можете получать данные, или вот здесь внутри вы можете видеть все переменные, которые находятся снаружи. Ну вот к этим обращаясь. Но если я создам что-то внутри этой области видимости, то это будет видно только здесь. То есть если вы в квартире у себя что-то создаете, там картину нарисовали, она видна только у вас в квартире. Дальше вы ее не увидите. То есть снаружи вы ее не будете видеть. Ты имеешь в виду вот эту вот панель, Хан? Как запустить правую панель на Safari? Смотрите, у вас еще есть маленький нюанс. Вам нужно научиться гуглить. Сейчас я не знаю, как запустить на Safari, но сейчас мы эту проблему решим. Мы открываем поиск. И здесь пишем, как открыть панель разработчика на Safari. И тут у нас появляется субпорт, поддержка. Либо первая ссылка, либо какая-нибудь еще ссылка. Вот как открыть консоль разработчика на Safari. Я зайду на Hub. Не знаю, наверное, на Apple было бы более понятно, но здесь у нас более доступно будет. Написано, зайти в Safari, настройки, дополнительно, показывать меню разработчика. У меня здесь где-то было Safari открыто. Вот Safari. Нет. Где Safari? Где Safari? Сейчас. Вот Safari. Сюда. Settings. Дальше что говорит? Дополнение. Показывать меню разработчика. Дополнение у нас. Extension или Advice. Наверное, сюда. И... Show future for web development. Вот здесь, наверное. Я пока что ни одну галочку не поставлю. Но дальше у меня есть вот... Inspec element появился. Здесь у меня есть консоль. Вот на ваших глазах разобрались, как это делать. И я сделаю с правой стороны, чтобы было видно. Все работает. Немного мелко, но сейчас попробую это исправить. Так, вот у меня Hello Safari вышел. Здесь немного так себя как-то видно, непривычно. Ну, вот что-то вышло. Как-то можно это исправить. Ну, вот, короче говоря, видно, что-то появилось. То есть, заходим в Safari, Settings. Дальше в Advanced или дополнительно, как у вас там находится. И вот здесь снизу есть галочка. Я не могу сделать это крупнее, по-моему. Да, не могу. Вот, попробуйте. Но лучше Safari не использовать. Загрузите Chrome. Там точно все будет работать. И дополнения различные. Вам пригодится. Вот тут были. Ну, это все, что хотел рассказать. Давайте по вопросам. Да, заставка это Sonoma. Версия macOS Sonoma, она живая. У меня раньше были рыбки. Так, так, так. Давайте вопросы. Не стесняемся, спрашиваем. Умение задать вопросы и не стесняться задать вопрос. Это прям вот важная часть процесса обучения. Нельзя молчать. Ага. Вот. Все понятно. Да, спасибо вам тоже, что пришли. Пробелы вообще не важны. Пробелы не играют роли в работе кода. Они играют в эстетике. То есть пробелы нужны только нам для того, чтобы это выглядело красиво. То есть если у меня будет написано вот таким образом, естественно, между командами нужны пробелы. То есть это тоже все будет работать. Но так написано некрасиво. Где ставить пробелы? Перед равно, после равно. Не ставить пробелы перед скобочками, если они там не нужны. Да, потому что иногда здесь там пробел тоже есть. После скобочек пробелы не нужны. То есть то, что написано в скобочках, должно быть без пробела. То есть не нужно делать вот таким образом. Скобочки нужны после. То есть пробел нужен после запятой. Если мы что-то перечисляем, то по-хорошему здесь должен быть пробел. Если вы его не сделаете, это не будет ошибкой. Это все будет тоже работать. Иногда ставим, иногда не ставим. И все должно работать. Насколько это весело. В начале это очень весело. Программировать оценку от 1 до 10. В начале это очень весело. Потом начинаются сложности. И главное с этими сложностями не сдаваться. Потому что как только вы их преодолеете, вам станет сразу понятно. То есть на самом-то деле язык очень прост. Чуть-чуть памяти, немножечко логики и вообще все просто. Здесь не надо ничего зубрить. Что самое главное. То есть вам, вы все запомните с практикой. Вы начнете решать задачи. Математика не нужна как таковая. Ну, парочку заданий буквально на курсе вам пригодятся математические знания. Ну, на уровне седьмого класса. Но в работе вам, скорее всего, этого тоже не нужно будет. То есть там очень маленькие числа. У вас не будут какие-то формулы или чего-то такое спрашивать сложное. Какие-то прогрессии геометрические. То есть задачи на них есть. Ну, для того, чтобы были просто задачи. Сколько времени джунам придется сидеть на гитхабе? На гитхабе вообще не придется сидеть, потому что гитхаб это менеджер контроля версии. То есть вам там особо сидеть не придется. Вы туда либо что-то будете пушить, либо оттуда что-то будете забирать. Там сидеть нечего. Сложность 4. Как долго занять, чтобы выучить полностью JS? Для того, чтобы его полностью выучить, вам не нужно его полностью учить. Давайте начнем с этого. Полностью выучить. Некоторые фишки вы узнаете спустя года, может быть. Но это что означает? Это означает, что они либо крайне редко используются, либо вы их узнали и никогда больше не будете использовать. Вам нужно выучить основу для того, чтобы начать работать. То есть начать работать, начать выполнять задания, и вы втянулись в это. Грубо говоря, вы должны выучить азбуку, научиться писать эти буквы, складывать буквы в слова, а дальше сочинения у вас уже понакатанное. Сначала будут плохие сочинения, потом получше. Примерно так же и здесь. То есть вам сначала нужно хотя бы научиться писать и понимать, что вы написали. Или кто-то другой написал. И читать, да? Писать или читать. Вот. Все остальное, всякие части слова, суффиксы, прилагательные, все вот это. Это вы выучите потом. Быстрый старт. Все остальное постепенно-постепенно доучивайте. В этом цель. Нет цели выучить весь JavaScript. Когда я выучу весь JavaScript, я-то потом начну учить что-то другое. Проходит два года. У меня уже и желание пропадает, да? Но вы весь JavaScript знаете. Нет, вам так не нужно. Вы постепенно все будете учить. И на самом-то деле будете учить... Пугаю сейчас, никто не придет учиться. Будете учить параллельно что-то. То есть вы основное выучили. JavaScript еще остается. В основном будете доучивать. Но вы уже будете понимать, что это. На рынке сейчас вообще много языков востребовано. То есть и Java, и Python, и JavaScript, и C++, куда ни кинься, все нужны. Информация о том, что увольнение и так далее, они... И увольнение было всегда, и нанимали всегда. То есть рекрутеры звонят до сих пор. И интервью просят, и нужны специалисты. То есть где-то увольняет, где-то набирает. Этого не стоит бояться. Востребован любой язык. То есть, ну, все нужны. Джуны на рынке востребованные нужно будет выучить. Не, вы себя как-то сразу... Я буду джуниором. Я вообще не знаю, как разлететь джуниора от middle, или когда ты стоешь синьором. Ну, потому что синьоры, это такие, когда ты... Ой, я синьор. Я такой большой. Я все знаю. Это не так. То есть синьоры... Это какая-то придуманная... Придуманная градация. То есть ожидается, что синьор будет знать все-все-все. И ты его перевел на работу, ну, я так понимаю, посадил за стол, дал документацию прочитать, и он начинает все делать. Дал задание, и он начинает со второго дня все делать. Так не бывает. Все равно нужно куда-то вникать, нужно понимать, что происходит на проекте, нужно понимать, как это устроено и как это работает. Потому что проект от... Один проект от другого проекта отличается вообще кардинально. Есть какие-то основные знания. Ну, то есть если вы ремонтировали паровозы и умеете крутить гайки, то, может быть, с поездами у вас тоже получится. А может быть, и в машинах вы будете потом с неким периодом времени тоже справляться на отлично. Примерно так же. То есть все работодатели, они используют одну и ту же технологию, тот же гаечный ключ. Он везде одинаковый примерно. Где-то размер побольше, но выглядит он одинаково, и функция у него такая же. Но нужно пристраститься. Джун порой нуждается в помощи старшего. Да. И синьер тоже иногда нуждается в помощи старшего. Ну, за Джуном больше контроля. У Джуна просто задания ему дают немножечко менее... ответственные. Вот. Это все. Это во всем разница. Ну, и да, рассчитываю, что синьер, ты такой. Либо можно и туда, и туда. Или в фуллстэк там. Да, еще есть такое фуллстэк понятие. То есть я знаю и как лошадь запрягать, и как паровозом управлять. Всегда нужно будет что-то одно. Может быть, где-то нужна будет помощь, но если вы пойдете на фуллстэк, это очень такая тоже странная... Ну, это понятная специальность, но... И это плюс, да, это плюс того, что вы это знаете. Но фуллстэк где нужно? Где-то в стартапах, наверное, да, где нужен один человек на две позиции сразу же. Обычно в больших компаниях это разделенные... разделены, ну, соседним столом. Здесь бэкэндер, здесь фронтэндер. В более маленьких стартапах там, конечно, нужны мастера на все руки. Какие слова и цифры могут подойти? Имеется в виду в коде? Тут какие слова и цифры? Ну, нейминг переменных – это талант. Приобретается со временем. Какие слова – это все инструкции, они прописаны, мы их будем учить. Их не так много. То есть, если посмотреть, сколько там инструкций в джаваскрипте, ну, там на одном листике вы его на холодильник повесите, вы все выучите, хотя будете использовать меньше половины оттуда постоянно. Ну, вам нужно понимать, как это все устроенно работает. Это все изучается постепенно, не сразу все. Постепенно – это, значит, первые два месяца. К окончанию первого месяца вы будете учиться и понимать, что здесь происходит. Я не знаю, есть люди, которые уже учатся, которые прошли JS1? Есть такие? Да, я говорил вначале, что Java и JavaScript – это два разных языка. Они хоть и звучат похоже, но это два разных языка. Они выглядят немножечко похоже, но это два разных, у них разный подход. Выучив один язык программирования, любой, следующий вы будете учить значительно быстрее, потому что вы понимаете, что такое переменные, что такое циклы, что такое условия. Пишется немного иначе. Какие-то есть особенности, но у вас уже есть это понятие. Что там за новый курс по Java Developer? Не знаю, это у менеджера спросите. Процессор обещал, купил подписку JS-синдекс. Да, я не знаю, как работает подписка там и как это все устроено. Ты имеешь в виду, что ты начал учиться и потом купил подписку? Я купил подписку, вот прохожу курс. А, и как? Ты самостоятельно проходишь, да? Да, самостоятельно. А, и как там? Расскажи нам свое. Ну, все вам интересно, много практики. Много практики. Ну, потому что придется много практиковаться. Потому что вы должны сами руками печатать. То есть сначала это будет сложно, потом будет попроще. Full stack более востребованный, чем Java Debil? Нет, тут full stack или frontend. То есть full stack, что это означает? Это означает, что специалист, грубо говоря, в серверной части и фронтендской части, клиентской части. То есть он может, как бы это сказать, ну вот если у вас есть телевизор, он может и телевизор починить, чтобы он выглядел красиво, и картинка была на телевизоре красивая, и еще на телестудии там поснимать немножечко. То есть он с двух сторон находится. То есть он и серверную часть, и клиентскую часть может сделать, разработать. То есть он понимает и там, и там. Есть чисто backend, который только с сервером работает. То есть ширмой той, которая находится за приложением, или клиентской части. Это то, как выглядит этот сайт. То есть frontend. То есть то, что видит клиент. Вы когда нажимаете какую-то кнопку, там в гугле, вы пишете какую-то строчку, нажимаете какую-то кнопку. И вот эта строчка отправляется на сервер. Сервер думает, смотрит, что вы там прислали ему, обрабатывает ее и возвращает вам страничку. На страничке у вас много списков с ссылками. Вы снова на страничку кликаете и переходите уже потом на сайт. То есть backend – это вот то, куда уходит этот запрос. Для frontend вам JavaScript будет достаточно. Вам для начала работы, Милам, нужно будет Basic. Ну, это Basic – это у нас JavaScript Syntax и JavaScript… Ну, там группа есть. Два месяца, короче говоря, идет Syntax. Это JS1 и JS2. И после двух месяцев вы уже начинаете работать с React. Это кто идет на frontend разработчика. Ну, или там дальше. Этого достаточно. То есть там какие-то мелочи или что-то вам нужно будет доучивать. Но обычно нам хватает времени за два месяца рассказать, подвести вас к тому, что вы будете потом учить. Сначала, конечно, будет непонятно, но это до момента, когда у вас не щелкнет в голове, и вы такие, о, все, пришло озарение. Я все понял. Петр, а можно задать вопрос? Давай. Да, вот профессия… Мне вот больше интересна профессия разработчик-программиста, да? Ну, я понимаю, что уровень порог входа, да, для тестировщика, он ниже в IT-сферу. Быстрее, да, скорее всего, быстрее. То есть… Ну, вот… А, да, да, Петр. То есть, да, тестировщиком, ну, как по стадиям. Manual-тестировщик, почему быстро в IT? Ты почитал инструкции, как это все делать, да? Вас научили вам, условно, говорят, вот прочитаешь эти две инструкции, и вы поняли, что нужно нажать на кнопку и записать результат. Ну, вот условно, там, нажать на рычажок, повернуть и записать результат. Вот это Manual-тестирование. То есть, Manual вам не нужно ничего особо знать. Вы должны уметь нажимать на кнопки, там, переключать что-то, и все. И это чисто физический труд, да, и документировать это все. А Automation, да, это следующий этап. То есть, на Manual быстрый старт, но это самая, ну, низкая, так сказать, ступень, начало. И хорошо, если вы устроитесь на Manual, и потом начнете, допустим, изучать Automation. Это кто хочет быть тестировщиком. То есть, это большой плюс, потому что у вас там, где работает Manual, там обычно можно пойти выше и сделаться в этой же конторе на Automation пойти. Это будет вам плюс, больше зарплата, и вообще это рост. А дальше уже обычно идут на разработчика. То есть, когда они поняли, как это все устроено, начинают постепенно, постепенно, постепенно. Это у каждого свой путь. Есть такие примеры. Если на Front, и это, то есть, от, чтобы выучиться на Manual, это надо где-то там месяц, по-моему, такой очень быстрый старт. Например, на Automation расчетное время, да, примерно, плюс-минус, это где-то, по-моему, три месяца, это Manual плюс Automation. По-моему, там еще курс есть, ну, вот 3-4 месяца, там, до полгода, короче говоря. На фронтендера это, ну, около года, наверное. Может быть, меньше, у всех разные таланты, но примерно год. Но вы будете сами ощущать, вы будете сами понимать, на каком вы уровне. То есть, здесь нет такого, что дальше черная дыра, я каждый раз иду и не вижу, куда я иду. Не-не-не, тут есть такое ощущение, что ты это знаешь, ты это можешь сделать, ты это не можешь сделать. Тем более, практика прохождения интервью, она тоже есть. То есть, вам говорят, проходите интервью, даже если вы, там, ничего не знаете, вы проходите интервью и получаете опыт какой-то. Вы не проходите его, но вы получаете какой-то опыт. Вот об этом тоже есть, там, вебинары. Петр, ну, а если вот конечная цель, да, стать программистом, разработчиком, стоит ли идти вот по такому пути сначала в постировщики и в дальнейшем, там, в процессе... Не обязательно. Не, не обязательно. Можешь сразу идти, 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 учить. Ну, все зависит от твоих, там, не знаю, возможностей. Тебе нужно ходить на работу, не нужно ходить на работу, у тебя там есть дети. Ну, у всех разная ситуация. Первые, некоторые изучали программирование, у меня были ученицы, они такие говорят, мне просто нечего делать, мне это нравится. То есть я не планирую быть, у меня хорошая работа, мне просто нравится что-то новое учить и до сих пор там иногда вопросы скидывают в чат по задачам. А вторые, это которые, которым нужно смотреть за детьми, и у них есть два часа в сутках или в неделю для программирования, у них свой путь. То есть они учатся, когда могут. Если у вас есть возможность, вы, может быть, все это выучите гораздо быстрее, вам не нужно, то есть вы успеваете и поработать, и денег заработать, на жизнь же что-то надо все равно. Ну, у каждого свой путь. Как хотите. Можете работать, можете параллельно проходить на тестировщика, можете сразу идти на разработчика. Это, кстати, два разных пути, это лучше менеджера спросить. Они вам путь начертят. Да, Критер, я ознакомился вот с курсом full stack разработчика, и обратил внимание, есть уже на последних месяцах митинги какие-то, которые будут, митинг, который будет проходить, ну, я в Нью-Йорке, да, живу, будет проходить по моему времени где-то в 12 часов дня. Ну, я работаю, да, у меня есть параллельно, вот я хочу учиться. Ну, для многих это будет неудобно, в такое время, да, встречаться там, обсуждать. Это обычно, да, извините, это обычно факультативы какие-то в час дня, это какие-то сборы. Ну, то есть у меня, к примеру, вот все уроки идут в 5-6 по Калифорнии, это по Нью-Йорку, это сколько там, плюс 3 часа, да, 8-9. Часа, да, 20. 8-9, либо в 8 начала, либо в 9 начала, да, там разные группы. И факультатив в 8 утра по, тоже по Калифорнии в субботу. Ну, то есть в субботу, потому что у всех выходной, и я максимально рано делаю, потому что у меня это 8 утра, я не могу раньше сделать. Ну, а в Нью-Йорке это уже, соответственно, 11. Ну, чуть-чуть позже, да, но все равно не 12, да, хотя бы что-то можно успеть потом еще сделать, чтобы не отвлекаться на это время. У кого-то, если образуется какая-то группа, и они говорят, что всем неудобно там в час дня, давайте обговорим. То есть вы можете с учителем договориться на какое-то время, потому что некоторые тоже там работают, учителя, они действующие работники, они не знаю, ну, то есть они не только ведут уроки здесь, у них есть еще и основная работа, потому что они должны тоже практиковаться и помнить все это. Как эти, на курсах английского языка живые носители, да, вот это примерно такие же. Хотя не 100%, надо узнать, но кто-то точно работает. Ну, это обсуждаемо, да, получается? Да, то есть если какой-то урок вам неудобен, если это особенно факультатив какой-то, можно перенести. Иногда, допустим, какие-то обстоятельства, и учитель говорит, что вот на следующей неделе я не смогу провести, давайте перенесем на какой день удобно, и там уже решается. То есть это все более-менее флексибл. Хорошо, ну, допустим, все-таки есть ли время, которое назначено, которое в программе есть, да, и оно не обсуждается, да, и говорят, ну, большинство говорит, давайте вот в это время все встречаемся. Как вот тем людям быть, которые работают, да, и которые не могут... Обычно уроки не в рабочее время, то есть это позже. Ну, слушай, спроси это менеджера, но мне кажется, что все основные классы проходят после рабочего. По крайней мере, по-моему, Калифорния начинает самое раннее, да, там, не знаю, кто-то еще есть, кто-то раньше в Калифорнии встает, но примерно вот ориентируемся на Калифорнию, что вот не раньше, чем пять часов вечера начинается. Это первый вариант. Если что-то пропускаешь, всегда есть запись. Минус записи, потому что некоторые учатся только по записям, то, что ты не можешь на уроке это спросить. Тебе нужно ждать либо факультатива, либо как-то в чате там списываться, либо пересматривать там, то есть это такие отложенные вопросы, получается. То есть мне иногда пишут, что можешь на следующем уроке, меня не будет, но объясни, пожалуйста, я посмотрю в записи, и мы начинаем урок с этого объяснения. Для студента, которого нет, но он посмотрит это в записи. Такое тоже, в принципе, возможно. Хорошо, спасибо. Да. К менеджеру спроси, в какое это время, я думаю, что они точно знают, потому что я не знаю расписания других преподавателей. Окей. Давайте, кто еще? Спасибо. Тогда, пожалуйста. Как выглядит патолог для QA? Патолог для QA – это SDET, наверное. Но SDET – это классная, высокооплачиваемая работа. SDET – это как программист со знаниями тестирования. Это как программист тестирования. Это SDET называется. SDET. По сути, ты знаешь и то, и то. Это хорошо. Где-то было видео там. SDET могут получать как программисты или даже иногда больше. Кто еще? Да. Петр, еще вопрос есть. На курсе Fullstack получается больше фронтенда будет, да? Времени уделено. Патент – это Node.js получается. Там тоже есть уделение, чтобы вы понимали, как это все работает. То есть там есть бэкэнд тоже есть кусочек. Потому что вы должны понимать, как устроено и с другой стороны тоже. То есть это не только фронтенда. Node.js, там, экспресс, вы будете что-то там делать. Понятие получите. Этого будет достаточно. Захотите развивать, вы можете это сделать. Там главное понять, как это работает. Чтобы кто-то подошел, рассказал, а дальше вы уже поняли. Ну, еще вопросы? Где можно самостоятельно учиться? Где угодно. В YouTube, в Google, там. Бесплатные платформы. Да, полно их. Самостоятельно можно учиться. YouTube-курсы различные. Текстовые курсы. В Google посмотрите, там их точно есть. Learn JavaScript. MDN. Ну, мы даже и ссылаемся на MDN. То есть там MDN, это Mozilla Developer. Там как практически официальная, полуофициальная документация по JavaScript. То есть это как база. можно ли там учиться? Это MDN. Да, если загуглишь MDN, ты его найдешь. Там Mozilla. Там есть человек. Там главное разобраться. Все можно делать бесплатно. Это как ходить в спортзал. Можно ходить в спортзал, платить деньги, и там вас тренер будет напрягать. Либо дома, или бегать в парке. Можно делать и то, и то. Кто-то берет тренера. Зачем? Для того, чтобы была мотивация. Чтобы он вам говорил, приходи на тренировку сегодня, и вы такие уже, не могу прийти, не могу отказаться, должна прийти. А так бы я на диване хорошо пролежал. И нужно идти. Вот примерно разница в этом. А так информации полно. Иногда я даже говорю, что если тему не поняли, посмотрите в YouTube. Может быть, краткий какой-нибудь там урок. Кто-то подберет правильные слова, сделает мультик на эту тему, или уже сделан, да? И вы в форме мультика это поймете лучше, какую-то тему. Ну, если на на грибах и яблоках не поняли. Петр, еще вопрос. Извиняюсь. Ты за всех сегодня. Ты за всех сегодня. Да, да. И я по поводу проектов, которые будут в процессе обучения, да, вот, ну, это реальные проекты, я так понимаю. А эти проекты, они сначала до конца, получается, студенты? Некоторые микропроекты будут сначала до конца, а тот проект, на который вас подключат, опять же, лучше спросить, уточнить у менеджера, он уже идет, и это реально рабочая обстановка. Потому что вы на работу не приходите, и вам говорят, о, ну, давайте будем писать первую страницу. Вы уже в готовый проект, скорее всего, придете. И это примерно точно так же будет. То есть вы приходите, проект уже готов, вас входит в курс дела, и, ну, и вы как-то вступаете туда, да, там, сначала в качестве слушателя, потом начинаете что-то делать, пытаетесь, вам помогают. Проекты идут в резюме и считаются валидными на интервью. Ну, это как их преподнести. То есть, и да, и нет. То есть на интервью, вы просто на интервью, вы на основе этого проекта вы можете объяснять, что вы делали. Да. То есть, да. Валидными, ну, как кейс, то есть вас, вас будут спрашивать, что вы делали в компании, да, какой-то. Вы будете говорить, что вот работал над проектом. Кто это за проект? Вы все рассказываете, что вы там делали. А вы там что-то делали. Вот. Поэтому. Совершенно разные тестовые задания дают. Вопрос такой, на собеседование или перед ним обычно дают тестовые задания? На собеседование обычно рекрутеры либо присылают тестовые задания, это может быть какая-то платформа типа HackerRank, LeadCode, там Signal. Короче, их там много разных платформ, своя какая-то. и вы в тихой обстановочке с таймером там на час, на два делаете это тестовое задание и отправляете, там прогоняете через тесты. Это первый вид. А второй, это когда вам назначают интервью и какой-то человек через Zoom, к примеру, или там другую систему, какой-нибудь, Teams сидит, задает вам какие-то вопросы и вы их выполняете, глядя на, то есть один на один или там два на один. То есть вы при ком-то выполняете эти задания. У вас нет помощников, нет подсказчиков, обычно никуда нельзя смотреть, подглядывать. Ну, иногда говорят, что можно подглядывать в сайтах разные компании. Ну, чаще всего так. Ну, просто у чата GPT вы не спросите. Это тестовое задание, если рекрутеры вам присылают его. Это для того, чтобы они, рекрутер понял, стоит ли с вами вообще иметь дело. То есть можете ли вы какое-то там простое тестовое задание выполнить, понимаете ли вообще, что там, можно ли вас рекомендовать. Это первое. А если это уже от компании какой-то идет, ну, примерно то же самое. То есть простое тестовое задание, если вы его прошли, то либо будет более сложное тестовое задание, либо будет какой-то опрос еще, ну, какие-то этапы собеседования. Обычно об этом рассказывает рекрутер, у всех по-разному. Где-то тестового задания достаточно. Может быть, два задания примерно. Ну, каждый раз по-разному. последний шанс задать вопрос. Если нет, то расходимся. Ждем вас на уроках. Про все эти вопросы, кстати, там, мы иногда разговариваем. Либо на факультативе, потому что факультатив у нас такой расслабленный может длиться не строго час, как урок. Урок длится ну, час, плюс-минус пару минут. И все. А факультатив у нас есть время. У нас нет строгой темы на факультатив. У кого есть вопросы, тот задает. Да. Да. Всем спасибо тоже, что пришли. Ждем. Жду. Жду я и ждут менеджеры, когда же вы им позвоните или напишите. Надеюсь, все сохранили телефоны, вся информация есть. Если нет, pass.us там все найдете. Все. Всем спасибо. Тогда расходимся. Всем пока.